Вы знаете, что ваш сын самый настоящий супергерой? Настоящий герой. Знаете об этом? Нельзя своих детей хвалить. Знаете об этом? Нет, не знаю. Ваш сын настоящий герой, я вам говорю это. Спасибо, мне очень приятно. Это он? Ну, откройте, спросим, вот это, на вот эти ворота. Здесь учится Миша Пацановский, с которым мы познакомились во время войны. То есть, ну, у нас во дворе. Я туда пришла, у нас все сгорело, но мы пришли туда, очень было тяжело. И Миша нам, вот сейчас он возмужал, а то был пацаненочком таким, и он нам приносил дрова. Мы разрезаем подарки для детей на День Святого Николая. Привезли в школу номер 14, раздавать подарки деткам. А почему 14-я школа? Ну, так как у нас здесь рядом точка раздачи, после школы детки ходят у нас на раздачу, кашку берут. Вот, и мы решили именно эту школу поддержать, так как они уже нас знают, уже, ну, давно нас знают. Он подошел ко мне и говорит, Любовь Андреевна, так и так, есть хорошие люди, которые помогают всем. Давайте мы тоже своим ученикам нашим сделаем тоже праздник на День Святого Николая. Потому что, видя всю эту обстановку, он очень так хотел это сделать. Школа-то только вот в этом году открылась. До этого я, конечно, проработала очень много лет. И у 40-й школы ее разбили. Ходят в школу, как и раньше, только уже у них другая школа, другие одноклассники. Им непривычно эта вся жизнь новая. Но они привыкают постепенно к этому. Тяжело пережили, как ты думаешь? Да, думаю, да. Ну, все же сидели в подвале, как это, ну, месяц сидеть в подвале, это очень тяжело морально. Не видеть белого света, вот. Это в один прекрасный день. В 9 часов вечера стук дверь. Думаю, боже мой, ну кто это? Кто-то заходит. Открываю дверь, стоит Миша, вот такой вот мешок. И полный набитый бумагой, который привозили в подарки, вот этих ящиков. И он полный набил, каждый день приносил на растопку. Мы брали эту бумагу, крутили и подкладывали в костер, чтобы готовить кушать. Другого выхода у нас не было. И вот эта бумага, сейчас мои внуки уехали, ну, все, сгорело у них, у нас дом. И вот этой бумаги, сейчас у меня под детской внуковой кроваткой, мы ее только забрали, смогли и все, там лежит эта бумага. И вот мне муж говорит, давай выбросим. Я говорю, никогда. Это понимаете, просто как. Тяжело было, да? Даже не то, что тяжело, да это то, что носил этот ребенок. Понимаете? Когда везде бабахают, а он носит. Я говорю, Миша, тебе не страшно? Это он носил еще во время обстрелов, да? Конечно, во время обстрела, еще бомбили Азовсталь, потом на, господи, трамп-парке. Миша, это просто какой-то, ну, от Бога человек. Ну, а видно, это вы впитали в него, это вы. Потому что кроме благодарности я от него не слышала ваш адрес. Знаете ли вы, что ваш сын является членом нашей волонтерской организации, который уже кормит жителей на протяжении больше полутора лет в Мариуполе. Сам лично из рук руки своим землякам дает эту кашу, хлеб. Бегает по всему Львовому берегу после школы, раздает. Знаете ли вы об этом? Я об этом знаю. Это с некоторых пор, наверное, весь смысл его жизни. Бегает по всему Львовому берегу. Все, двое. Ну, очень активный, подвижный, иногда неуправляемый, неорганизованный. Чаще всего неорганизованный. Очень тяжело его собрать, к чему-то организовать. Но вот самое главное качество его, конечно, доброта. Не только, даже не столько, не только к нам, сколько больше к окружающим. Вот, вот к соседям, к друзьям, к посторонним людям. Он мимо не пройдет никогда. Вот это вот у него есть. Собачек, птичек, кошечек, рыбок. Мама, давай возьмем, мама, давай заберем. Начиналось все с этого. С друзьями. В садике мне было очень приятно, когда я приводила ребенка. Мне говорили, ты знаешь, вот проходили дети, я там уронила перчатку или что. Все прошли. Миша остановился, поднял. Вот это вот у него было с детства. Война его очень изменила. Он много взял на себя мужских, потому что папа у нас умер раном. Миша было 9 лет. И когда началась война, и после уже боевых действий мы вернулись. Не было у нас света, газа, воды. Взял на себя обязанности по доставке воды, добыче воды, потому что у нас воды тяжело было. Мы иногда целый день стояли в очереди за водой. Доставка дров, причем подъездом у нас была печка. Все дрова практически носил Миша. Помогали ему старшие мужчины. А доставал, приносил, добывал это все Миша. С июня, наверное, с мая мы живем рядом с эпицентром. Привозили МЧС, гуманитарные какие-то пайки. Там были палеты, эти поддоны. Он ходил к мальчикам, просил. Мальчики ему оставляли парни после школы. Он прибегал эти по 6, по 7, по 8 палетов в день. Он притаскивал на себе эти палеты к подъезду. У нас весь подъезд был завален этими палетами. Он переживал. Потом со школы их организовали поездку в Петербург. Он сильно переживал, как мама останется без дров, без воды. Он наносил несколько дней. Это вы на костре готовили? На костре. И все с подъезда тоже пользовались? Да, у нас была одна печка. На подъезд? На подъезд, да. И все это мы готовили. Мы несколько семей собирались за водой, ходили. У нас много пожилых в подъезде, в доме. Миша всем старался помочь, конечно. Он очень подельчивый. Всегда старается поделиться всем тем, что у него есть. Благодаря этому класс постоянно живет на уроках. Этот труд его, этот труд благотворительный, он поможет человеку найти себя в жизни. Он никогда не станет вести себя плохо по отношению к окружающим. Миша о своих добрых делах, он не распространяется, никому не рассказывает. Это тот, кто его увидел. Допустим, я в прошлом году его увидел. Он действительно помогает. И я подошел, спросил, помогаешь? Да, помогаю. Я говорю, расскажи немножко о своей организации. Какие возможности, какие спектры влияния, допустим, то, что привозит пищу жизни. Допустим, к своему стыду я думал, что только у нас на Левом. Оказывается, во многих районах города это происходит благотворительная акция. Причем на постоянной основе. Это не разовое, это не месячное. И в любую непогоду, когда я узнал, что это, во-первых, еще не с нашего региона, это далеко. С Макеевки, если мне память не изменяет, что люди в непогоду, в гололед. Вот просто чувство вот какого-то, не знаю, мурашки по коже бегают, что люди так хорошо. Я помогаю людям. Раздаю кашу, хлебушек сладкое. Летом, когда привозят в воду, воду разливаю. Зелень привозят, тоже раздаю. Иногда, если понадобится, слежу за очереди, так как они могут не по своей очереди пойти. Для чего тебе быть волонтером? Ну, просто это внутреннее, как бы. Есть желание помогать людям, поэтому ты это делаешь. Я могу после раздачи погулять, выходные. А в свое время уделяю раздачи, потому что это нужно. Нужна людям помощь, нужна помощь команде, потому что не приезжают волонтеры. Команде «Пища. Жизнь»? Да. Они пережили и прошли все наравне со взрослыми. То есть многие из них повзрослели. Реально повзрослели, и сейчас они не на своих годах и выглядят, и думают, и ощущают. Дома разрушены. И у педагогов в том числе. У нас есть и педагоги, которые здесь сейчас работают, при этом они живут в доме, где нет крыши и нет окон. Чем-то закрыто. Но и вот та территория еще до конца не понимают. Ну, вся остальная территория России, будем говорить, которая далеко от этого. Они, вот когда только сюда приезжая, они говорят, мы когда приехали сюда, мы увидели этого отчего. А ехавшие в город, вот даже и в прошлый год они рассказывают, говорят, мы не видели этого. Ну, то есть мы даже не могли предположить, что это могло быть такое. Очень отзывчивый. Он коммуникабельный. Он добрый. Он всегда придет на помощь и в классе детям, и коллективу педагогов. Хотя у него есть еще и элементы детства, видно. То есть он еще, видно, что ему хочется быть, ему не то, что он есть, а ему хочется быть еще ребенком. Еще ему хочется остаться немножечко в детстве. Это правильно, это должно быть. То есть рано взрослеть, это тоже, ну, не совсем хорошо, будем так говорить. То есть надо все, чтобы шло своим чередом. Поэтому я думаю, Миша справится. И уже, хотя у него есть взрослые мысли, взрослые дела, самое главное, взрослые дела, но я думаю, что в душе все равно еще ребенок. Миша, как волонтер, справляется абсолютно целиком и полностью. Это, ну, таких людей, как Миша, я не встречал здесь. Он единственный из всех, вот, кто задержался так надолго. У нас часто не хватает волонтеров. Вот, и тогда мы вынуждены привлекать добровольцев, которые приходят на точки раздачи. Многие люди помогают выгружать машину. Это тоже помощь, но нужно, это все тяжело делать. Если нет помощников, это делаю я. Поэтому помощники нужны. Вот, ну и раздавать те же булки и кашу. Миша, например, научился и кашу раздавать, и булки раздает. Это дело не простое, оно требует сноровки и внимания, усидчивости, да. Ну, он молодец, он справляется. Пока вы знаете людей, которые не слоняются по улице, да, гуляя со своими сверстниками, а бегут целенаправленно через весь Мариуполь, а у нас на левом берегу в разных точках находятся точки раздачи, вот. Которые бегут и тратят свое время, силы, время, да, когда прибегают и занимаются служением людям, раздают горячую еду, понимая. То есть для этого нужна мужественность, некая осознанность этих вопросов. Поэтому считаю, что этот человек настоящий герой, на самом деле. Он молодец. То есть человек реально пережил огромный стресс, вот. Потому что он жил в подвалах, под бомбежками, возможно, без еды, да. И он понимает ценность вот этой тарелки каши с едой, да. Он понимает, что этим, он и сам в таком положении нуждающийся, он как бы с двух сторон выступает, да. И сам нуждающийся, и рука дающего, и рука берущего. Но с другой стороны, вот мне видится Миша как человек, который наполнен, осознан. У меня есть соседки, которые в этом нуждаются, бабушки, они же не будут ходить далеко. Вот. Меня попросили принести, я принесу, если нужно. Вот. Есть бабушки с соседнего подъезда, со своего. Они нуждаются в этом, а мой долг это сделать, помочь им. Почему ты считаешь это своим долгом? Ну, потому что у них же нет возможности, у них нет сыновей, они уехали. Вот. А кто им еще поможет? Никто. Ну, вот. Поэтому я беру на себя эту ответственность. Мы находились в подвале моей родной школы, мама там работала. Раньше заместителем директора, бабушка тоже работала. Вот. И мы с семьей 24 числа поехали туда, пошли. Так как считали то, что дома небезопасно. В школе было подвальное помещение, но оно оказалось еще более опасным, чем дома. Вот. Его часто обстреливали. Мужчины приносили нам хлебушек, приносили нам мяско какое-то, супчик варили. Ну, из чего было. То, что мужчины привезли, то и ели. Вот. Они ходили за водой, но первое время. Потом там обстреливать начали, они тоже не было желания ставить свою жизнь под угрозу и ходить в воду приносить. Им нужно это самим понять. Когда вот ты проезжаешь, видишь, что стоят бабушки. Им нужна помощь. Вот. Ты должен это сам понять, что ты хочешь это делать, что ты хочешь помогать. Если тебя кто-то заставляет, это не дойдет. Ты поможешь и уйдешь. Вот. А если ты сам этого поймешь, то ты будешь дальше в проекте. Наверное, людям нужно понять, что такое стать в очереди. Ну, нужно понять, что такое нуждаться в чем-то. И тогда они уже будут понимать, как это, и будут хотеть как-то помочь этим людям. Какие качества ты ценишь в людях? Доброта. Ум, наверное. Вот. Милосердие. Это тоже обязательно. Понимание. Доверие. Кто твой любимый супергерой? Наверное, доктор Стрэндж. И почему? Он. Именно он? Ну, не знаю. Он красиво выглядит. У него есть то, чего нет у других. Он управляет временем, а это очень хорошо. Ну, если ты сделал что-то не то во времени, ты можешь переместиться и обратно это исправить. Как это практично в этой жизни? Если бы у тебя была такая возможность, что бы ты сделал? Допустим, ты ошибся кого-то, ну, ошибся как-то, обидел человека, ты можешь переместиться в этот момент и не сделать этого. Так можно много примеров сделать. Или что бы ты сделал бы, имея такие суперспособности? Даже не знаю, ну, не задумывался на поводу этого. Может быть, спас бы весь этот город как-то, не знаю. Вернулся бы и назад, и помог бы Мариуполю? Ну, да. Думаю, да. Заранее бы предупредил хотя бы граждан, чтобы они выезжали, выехали из этого города. Ну, как-то. Да, Михаил, я первый раз, он стал приезжать в Мариуполь. Мы когда стали приезжать в Мариуполь, он приходил на точки раздачи. И в нем чувствовался такой потенциал, вот он энтузиазм, он хотел приходить и что-то делать. Он постоянно, так как у нас на тот момент приезжало волонтеров очень много, я его просто просил, я делал какие-то вещи. Потому что у него был настолько энтузиазм, он говорит, дайте, дайте. Он прям охватался за любое служение. Он там вытряхивал эти коробки из-под хлеба, потом он там раздавал воду. Потом мы когда возили детям сладости, он говорит, можно я буду на сладостях? То есть он раздавал детям сладости. И постоянно он не стеснялся любого служения. И за все это время было очень много волонтеров, детей, которые приходили на точки раздачи и участвовали в воду. Но постепенно у них этот энтузиазм подал. Но Миша на протяжении полтора-двух лет, он до сих пор приходит. Он убегает со школы после уроков, прибегает на все точки раздачи. Он постоянно участвует. Сейчас он вырос до полноценного волонтера. Уже полноценно раздает и хлебушек, и каши всегда не хватает. И это истинное счастье, которое может только человек обрести. Когда он что-то делает для других, он получает именно то удовлетворение, к которому все стремятся. Потому что если ты делаешь что-то для себя, то есть ты счастлив, но не настолько. Но когда ты что-то делаешь для других, то у тебя сердце раскрывается, оно становится мягким, добрым. И ты получаешь именно от этого истинное счастье. Когда волонтеры занимаются этим постоянно, у них развивается уже профессионализм. Миша, видно, как он меняется. Я помню, видел, когда он только стал приходить, и какой он сейчас. То есть человек вырос как личность, он стал как мужчина, как полноценный взрослый человек. Для нашего проекта это очень важно, потому что иногда не хватает волонтеров, которые приезжают в Донецк. А здесь волонтеры, которые по месту, они всегда могут прийти, и мы можем в них рассчитывать. Иногда бывает, что привозим какие-то сладости детям, какая-то водичка летом. И машина, то есть привезти 5-6 волонтеров в Донецк, это практически невозможно. И местные волонтеры, они оказывают огромную, колоссальную поддержку нашему проекту, нашей миссии, чтобы это было быстро и качественно. Такой вклад в будущее. То есть дети, как говорится, это наше будущее. Чем больше мы привлекаем детей, чем наше общество, оно будет становиться все более сострадательным, милосердным, добрым. И таким образом оно будет меняться к лучшему. А милосердие? Ну, такое качество, при помощи которого ты являешься нормальным человеком. Если у тебя нет милосердия, ты не самый хороший, если так можно выразиться. Кто-то есть, кто тебя воодушевляет, например, здесь участвовать? Ну, во-первых, это мама, конечно. А также бабушка моя и бабушки в округе, которые нуждаются в этом, которым нужна эта помощь. И только при этом желании, при этой нужде бабушек я помогаю. Мы никогда не приветствуем не исполнение одних обязанностей, а исполнение других. То есть школа – это сейчас основная его задача. Поэтому мы всегда приветствуем, чтобы если была оказана поддержка, то уже после основного своего. У него сейчас работа, это учеба, самая главная работа. Мне приятно, что он идет по улице, и бабушки с ним здороваются. Миша, это ваш сын, ваш сын, да, мой сын. Слушайте, вы знаете, что ваш сын самый настоящий супергерой? Настоящий герой. Знаете об этом? Нельзя своих детей хвалить. Знаете об этом? Нет, не знаю. Ваш сын настоящий герой, я вам говорю это. Спасибо, мне очень приятно. Я не знаю, каким он будет, мне очень хотелось бы, чтобы он был порядочным человеком. Вот это самое главное. А он уже порядочный человек. Ну, чтобы это никуда. Сейчас же молодежь, вы же сами видите, какая молодежь, какие у некоторых склонности, привычки дурные. Я очень за это переживаю, поэтому я считаю, пусть он занимается какой-то благотворительной помощью, чем слоняется по улице. Я считаю, что самое главное, все равно, чтобы он должен быть человеком, добрым, отзывчивым. И вы таким его воспитываете? Да, я таким его воспитываю. Хотим, чтобы дети не только получали, но и отдавали, отдавали свое добро другим людям. То есть это может быть проявляться и на улице, и в соседе, бабушке, дедушке. Даже не просто бабушке, дедушке, а и взрослое поколение, которое было рядом с ними. Волонтерство, благородного поведения и уважения к старшим, они, это приветствуется только нашим обществом. И у меня на самом деле больше вопросов нет, одна только благодарность. Разрешите вас просто обнять. Спасибо большое за вашего сына. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо. Спасибо.